Начинаем пресс-конференцию, посвященную отборочным турам Украины на брейк-данс чемпионаты мира Battle Pro Ukraine в Франции и Варшава Challenge Ukraine, Польша, среди детей, подростков и профессионалов. Мероприятие состоится 30-31 января 2016 года и подробнее о них расскажут наши спикеры. Это сегодня у нас Виктор Чулановский, Егор Матюхин и Валерий Бычков, руководители проекта. Добрый день, пожалуйста, вам слово. Всем привет. Мы являемся организаторами этого соревнования. Мы общественная организация Breakdown Center, творческое объединение Харьков-Сити, КСБ промоушен, можно так назвать. Сами танцоры танцуем. Валера МС, Виктор МС, я даже диджей. Организовываем это мероприятие уже 5 лет. 5 лет организовываем именно отборочный тур во Францию и, по-моему, с 2010 года организовываем Варшав Челлендж Украины. Победители получают поездки на мировые финалы за счет организаторов. Съезжается вся Украина, все талантливые танцоры с большим опытом и с небольшим опытом и дети. У нас есть две категории. Это kids, дети до 13 лет, это отбор во Францию и профи, без возраста, все могут принимать участие. Каждая из них получит путевку во Францию, город Марсель в этом году. Варшав Челлендж – это соревнования среди команд в составе 6 человек. Также участвуют дети, детские команды до 16 лет и участвуют профессиональные команды со всей Украины. В гостях у нас будет три судьи, трое известных ребят. Один из Белгорода представляет украинскую команду, Раф Некатак. Зовут его Бибой Вэл. Второй судья – это Бибой Апачи из города Днепропетровска. Представляет команду South Front. Известный парень на всю страну, представляет нашу страну за рубежом на многих чемпионатах. И главный наш гость – парень, который танцует 25 лет. В этом году ему исполняется 40 лет. Он из города Париж, Франция. Три судьи, которые будут рассуживать всех мероприятий. Также у нас есть четыре диджея. Один из них – профессиональный диджей и трое любительских диджея. Один из Донецка, второй тоже из Донецка, девушка-диджей из Киева и один диджей из Полтавы. Также два МС, Валера, Витя. Вот это, в принципе, список приглашенных артистов на данный фестиваль. Пройдет в двух днях все. В этом году обычно мы делаем разные даты, два фестиваля. Отдельно отборочные во Францию, отдельно отборочные на Воршив-челлендж. Но в этом году у нас первое такое событие – день рождения Брэгдан-центра. Мы открыли в прошлом году, 31 января, день Брэгдан-центра. И решили в этом году совместить наше день рождения с двумя такими событиями. Сразу сделать их в два дня. Чтобы было проще, удобно и комфортно всем приехать. Сразу на два дня потусить, принять участие, пообщаться и узнать, кто лучше. И получить поездку на мировой финал. Да, по поводу… Давайте подробнее о том, кто будет участвовать. Вы говорите, что это и дети, и подростки, и взрослые. Как разделяются вообще возрастные категории? Ну, для начала, как Егор уже говорил, у нас будут две категории. Это дети, которым до 13-14 лет, а также профессионалы, то есть более взрослые ребята. А также это могут быть люди, которые считают, что они уже профессионалы. То есть, которые взрослее 14 лет, они тоже могут принять участие. То есть, с взрослыми, со всеми другими бибойами. То есть, они могут быть не суперкрутыми, но получить хороший опыт реально с профессиональными танцорами. Так как съезжается очень вся Украина, а также у нас фестиваль, в принципе, отборочный, открытый. Могут приехать и с России ребята, то есть у нас и с Белоруссии. То есть, мы всем будем рады. То есть, это полностью открытый фестиваль. Также Егор сказал, что судья, основной судья, это будет из Парижа, бибой Лаос. Он уже очень опытный парень. Опыт у него 25 лет. Я думаю, он рассудит очень все честно. Также во второй день у нас будут командные батлы. В командных батлах также у нас принимают участие не только взрослые ребята, а также и дети. Для детей будет просто возможность показать себя, узнать, кто из них лучший, как команда. Командные батлы – это всегда интересно, это всегда очень интересно смотреть. Ну и для взрослых будет возможность поехать за счет организаторов, поехать на Варшаву, на международный чемпионат. То есть, там, где съедутся все страны, грубо говоря, мира. Ну, изначально хотелось бы также еще рассказать, почему именно у нас, именно в Харькове происходит именно этот отборочный. Именно в Париж, вернее Марсель во Францию и в Варшаву, в Польшу. Так как у нас уровень брейк-данса в Украине очень высокий, и у нас проходили наши фестивали, то есть битва Харькова, брейкетс. Мы их делали также уже на протяжении, делаем уже 10-15 лет. Вот, поэтому и видео, которое смотрели европейские танцоры, нравились, то есть отчеты, да, в этих событиях. И так получилось, что мы связались с организаторами именно Варшав Челлендж и предложили, чтобы украинский стиль, то есть показывать на международной арене. Ну, и они согласились, дали нам возможность проводить отборочный тур именно на вот этот международный фестиваль. То же самое касается Марсель Батов Про. Раньше этот фестиваль проводился в Париже, под Парижем, в небольшом городке Шель. Раньше он назывался Шель Батов Про. Вот, и точно такая же история с ним. Мы проводили фестивали и познакомились с организаторами, предложили им провести отборочный тур. Марсель Батов Про проводится отборочный тур в Бразилии, в Южной Корее, в Тайване. В Европе, в России, Украине и Белоруссии. То есть мы причастны не только к фестивалю в Украине, мы еще помогаем ребятам из России и ребятам из Белоруссии. То есть мы их познакомили, так как там тоже высокий уровень. Основного мирового организатора мы познакомились с этими ребятами. И они тоже делают отборочные туры в этом году. То есть у нас уже наладились такие международные отношения со всеми странами, со страной Франции, в частности, и с Польшей. Но также мы еще сотрудничаем с разными другими странами. В каждой стране есть, в принципе, в европейской стране, даже в азиатских. В Южной Корее очень развитая тоже инфраструктура брейгданса. Там очень проводятся серьезные чемпионаты. И мы как бы сотрудничали и с Италией, и с Данией, и с многими странами, в которых развит брейгданс. То есть тем самым мы развиваем их, они развивают нас. То есть мы развиваем наш взаимообмен опытом. Делимся опытом. То есть наши танцоры, любой ездят туда, показывают свой стиль, получают опыт общения с другими танцорами, увеличивая свой уровень танца. Ну а также просто это развитие культурное, личности и также всего общества, которое... Добрый день, Руси. Здравствуйте, агент Рокео Шей. Наверное, Виктору больше вопросов. В вашей речи прозвучало, существует украинский стиль брейгданса. Я правильно понимаю? Чем он отличается от остальных стилей? Это первый вопрос. И второй, как бы вдохонку. Вы сказали о том, что... Почему в Харькове будет проводиться отборочный чемпионат? Потому что есть украинский стиль. В других-то городах он тоже есть. Почему другие города не попали в этот отбор? Самый, для начала, первый вопрос. Чем отличается украинский стиль? Чем он выражается, да, на фоне всех остальных? Чем отличается? Если заглянуть в самый корень вопроса, у нас есть такой украинский танец, как гопак. Украинские народные танцы послужили фундаментом для зарождения украинского стиля брейгданса. Можно так сказать. Так как наши прадедушки, прабабушки танцевали. У них была присядка. Вы знаете, что такое присядка. То есть на присядках делаются движения. Разные выпады, провороты, прокруты. То есть это была причина тому, чтобы укреплялись ноги, грубо говоря. Если взять физические возможности. То есть, и, соответственно, из-за этого можно сказать, что в этом есть сила украинского брейкинга. То есть подготовка есть физическая. И от этого уже идет все остальное. Музыкальность. То есть основное в украинском стиле – это музыкальность. Отмечание всех акцентов, которые есть в музыке. Когда танцует бибой, да, танцор, он в первую очередь слушает музыку. То, что играет диджей. И, соответственно, от этого отталкивается его танец. Он отмечает все акценты, всю мелодию может разыграть. Это музыкальность. Отличие украинского стиля – музыкальность и попадание в бит, да, то есть в точку. Не просто какие-то наборы каких-то элементов, а элементы, которые делаются под музыку. То есть брейк-данс не существует без музыки. Сначала была музыка, потом был танец. Соответственно, это основная черта, которая выделяет. Второе – это оригинальные элементы, которые не, как сказать, которых не существует аналогов в мире. То есть наши бибой являются эксклюзивными, да, то есть людьми, которые делают, только они делают такие движения. То есть, как это сказать? У каждого бибоя – да, сигнатурные движения. Почерк, почерк. То есть свой почерк, который он оставляет на танцполе есть. Свой почерк. В этом тоже отличие. Так как обычно, допустим, во Франции там очень люди повернут на спорте. То есть их культура именно брейк-данса. То есть они физически подготовлены, они постоянно, у них развиты очень гимнастические залы, они все прыгают сальто. Но сальто прыгают миллионы, да, а оригинальные элементы делают единицы. То есть в этом отличие, еще одно отличие украинского брейк-данса. В оригинальных движениях, которые делают наши, только наши танцоры. Это понятно насчет других городов? Насчет других городов. Почему именно в Харькове происходит отборочный, почему не в других городах? Так как у нас в Харькове самая сильная школа брейк-данса, она дольше всего существует, чем во всей Украине. И мы развиваем эту культуру, продолжаем ее развивать. И уже развиваем на протяжении, допустим, я занимаюсь 15, примерно 16 лет брейк-дансом. Ну и уже 10 лет преподаю именно брейк-данс детям. То есть я обучаю уже новых, так сказать, бибоев, новых детей. Вот, соответственно, у нас очень большая, развитая школа. Очень много школ в Харькове, больше, чем на всей Украине. Их около 20. То есть я имею в виду разных школ танцев. То есть каждая школа преподносит брейк-данс по-своему, свой стиль преподавания. То есть поэтому это происходит именно в Харькове. О, понятно? Все? Исчерпываешь? Ну плюс мы тут есть, как бы, наша организация работает над тем, чтобы организовать. Мы помимо этого всего еще организовываем много всего. Это просто один из, как бы, проектов. Маленький аспект. Маленький, ну большой аспект. То есть, ну это как бы сделано для именно, как бы, развития международных взаимоотношений. Чтобы ребята, у них был шанс поехать. Да, и пообщаться с международным комьюнити, так сказать. Это очень серьезно развивает, очень серьезно развивает. Не затрачивая своих ресурсов. Так у нас ресурсов очень много, чтобы поехать. В других городах нету брейк-данс организаций, которые помогают развивать культуру. Есть лидеры, которые делают небольшие фестивали на вокальном уровне. И все. Похвастайтесь успехами. Вы несколько лет ездите на эти фестивали. Занимали ли украинские танцоры какие-то призовые места? Да. Какие? Ну, в первый раз, ну, если взять всю Украину, да, допустим, у нас есть команды. Есть сольные там соревнования, да, есть командные соревнования. Вот в командных соревнованиях наша сборная часто... Ну, так получается, что ребята сами собираются и едут на какое-нибудь соревнование за границей. Потанцевать в сборной. Мы с Витей, допустим, из Харькова, там, два человека из Одессы, там, ну и так далее. Все, кто на уровне танцует, вот, они собираются, мы собираемся, ездим в разные страны. Ну, допустим, один из хороших примеров, это фестиваль в Словакии, называется Outbreak. У него третий день этого фестиваля, как еще один фестиваль, Rep Your Country, ну, то есть, представь свою страну. И три года подряд, даже уже четыре года подряд проводится этот фестиваль. Первый раз мы заняли... Кто участвует, да? Надо рассказать, кто участвует. Ну, 40 стран, 40 стран было в этом последнем году. И из четырех лет мы три раза выигрывали этот фестиваль. То есть, Украина побеждала у всех стран абсолютно. Когда мы вместе соединялись, все команды. Ну, то есть, успехи сборных, успехи сборных очень серьезные. То есть, мы побеждаем и законодателей танцев, и американцев много раз побеждали уже. То есть, американцы круто нас отмечают, они к нам тоже приезжали. Мы уже вдохновляем, наше видео вдохновляет первоначальников, первопроходцев, те, кто придумали бальданс. Также можно сказать, вот, именно на Марсель Бату Про, назывался Челес Бату Про, Наша сборная, там, по-моему, в 2009 году или в 2008 году выиграла тоже. И вот в прошлом году наша сборная, ну, команда, которая выиграла из Сайд Би Байс, они заняли второе место. То есть, они выступили французам. Ну, во Франции у французов тяжело выиграть. Ну, да, особенно. Слишком сложно. Ну, а так, очень большие успехи. То есть, даже есть такой пример. В общем, челлендж тоже кто-то выиграл, по-моему, с украинских. Или из Сайд Байс. Нет, не выигрывали, по-моему, обратно. В общем, призовые места, вот, если едет украинская сборная на какой-нибудь фестиваль, ну, всегда приезжают с какой-то победой, либо с призовым местом. То есть, очень много, была даже такая ситуация, когда в одну дату в разных странах мира был фестиваль. И три сборные поехали одни на один фестиваль во Францию, по-моему, одни в Голландию поехали, и одни поехали, по-моему, в Данию или в Польшу, я точно не помню. И через день мы узнаем, что и там, и там, и там Украина побеждает. Ну, то есть, вот такие успехи. Еще один вопрос, уже скорее к Валерию. Ребята говорили о музыкальности украинского брейк-данса. Как вы используете именно наши украинские напевы, музыкальные какие-то вещи в своей работе? На самом-то деле, у нас в самой Украине, так как, вот, ребята уже говорили, мы одни из самых последних, куда дошел брейк-данс. Он стартовал у нас глобально. Вот на 1998 году, пост, как бы, там, в пространстве СССР бывшего, то есть, это было намного раньше, то есть, там, те же, там, русские, белорусы, у них, там, чуть-чуть раньше это все зародилось, мы самые последние были. И получается так, что у нас на развитие было, ну, скажем так, больше голод стал первоначальной платформой для развития брейк-данса. То бишь, это и непосредственно сам танец, это и диджеинг, и граффити, и все составляющие, как бы, ну, и сам хип-хоп, как музыкальное направление. И, скажем так, диджеинг из-за этого стал развиваться намного позже. То есть, вот, первые диджеи, которые современной Украины, появились на самом-то деле только в районе, где-то, 2000-го года, это вот первопроходцы. А глобальный, вот, диджеинг появился только, увы, в 2007-2006 году. То есть, это когда появились глобально вертаки доступные стали, то есть, ну, сами проигрыватели, на которых можно было бы тренироваться, учиться и так далее. И стало расти уже новое молодое поколение, которое доносило свое видение диджеинга. Потому что, скажем так, у нас вообще в Украине мысли по развитию немножко неординарные. И они изначально были не так называемым байтом, то бишь, копированием какого-либо стиля, а создаванием своего собственного стиля. И касательно вашего вопроса, многие из диджеев, скажем так, ищут свою собственную музыку. То есть, сейчас в последнее время стало битоделие, как это, битмастеринг, да, развиваться. Нет, что добавить, если что-то. То бишь, сами пишут музыку и ищут старые композиции, которые выпускались еще, скажем так, всеми известной фирмой «Мелодия», которая котируется. И там есть достаточно на высоком уровне фан, который актуален и сейчас, в 2016 году. Поэтому кое-что используется, как и русская, так и словацкая. Ну, я вот, например, не был на соревнованиях, я не знаю, под какую музыку выступают исполнители, да, участники фестиваля. Под какую музыку. И используются этнические мотивы там, не обязательно украинские, может, чьи-то еще. Я вот могу добавить к вашему вопросу, то, что у нас, да, в Харьков это русскоязычный город, да, то есть мы сейчас даже общаемся на русском языке. Но мы в Украине находимся, так, мы можем разговаривать украинскую мову. Так вот, в кассу вашего вопроса. У нас был фестиваль «Джиммастер», который проходил в клубе «Радмир», по-моему, да, не «Радмир», а в «Каразино». То есть «Ярмила в центре». «Ярмила в центре», вот. И один из этих фестивалей мы решили провести на украинской мове. То есть обычно это проводилось, ну, как мы сейчас общаемся тоже на русском. Мы пригласили украиномовного MC. Ну, и я тоже на украинской мове, Балаков, микрофон. Вот. И мы проводили на украинской мове, и это было дуже доброе. А также у нас... Дуже искраво, файно. Так, и это было очень оригинально. Все очень классно провели время, позитивно к этому отнеслись. То есть мы используем это тоже, украинскую мову используем. По поводу музыки, я вот, как бы, занимаюсь диджейингом 7 лет. Вот, у меня есть своя коллекция «Винила». Ну, а перед тем, как я научился заниматься диджейингом, Валера приобрел коллекцию, у него есть тоже своя коллекция «Винила» определенного, той музыки, под которую танцует Брегнас. Вот у твоего вопроса и вашего вопроса. Танцуют под направление хип-хоп, ну, рэп, да, иностранный, под наш, не танцуют в основном. Ну, очень редкий, очень такой вот своеобразный рэп у нас в стране. И, ну, российский рэп, скажем так. Есть, как бы, да, вот скульный, там, первопроходцы, там, харьковского рэпа. «Бэтбаланс» не котируется, да? «Бэтбаланс» не котируется. Котируется «Бэтбаланс», но старый, то есть те, которые, сэмплы, которые они использовали, они брали их с западного рэпа, с американского, то есть видоизменяли и делали, как бы, на основе этих композиций свои треки. Вот, также танцуют под музыку фанк, используют даже иногда сол, используют брейкбит, используют даже, ну, вот, есть такая тема, называется «Диггинг», это «Поиск музыки» у диджеев называется. Так вот, бывшее советское пространство насчитывает разные фабрики на то время, да, в «Мелодия» и там «Латвийские», ну, фабрики, которые выпускали винил. Так вот, в свое время югославская эстрада, вот именно эстрада с 70-х до 80-х, это, как бы, такая вот эстрада, которая в себе имеет брейк. Брейк – это часть композиции, в которой присутствуют только ударные, и присутствуют какие-то аккомпанементы, там, гитары, стапы какие-то. То есть, просто идет бит, как бы, спела, спела, там, у Софии Ротару очень много интересных треков, именно этих кусочков, которые диджеи вырезают и потом соединяют друг с другом с помощью двух вертушек и микшера. Соответственно, почему называется «Брейк Диджеин»? Потому что диджеи используют кусочки. Они нашел самый жирный кусочек из какого-то трека, да, сделал из него луп, ну, то есть повторение, и с помощью двух вертушек соединяют его и создают брейк-данс музыку. Соответственно, стили фанк, хип-хоп, брейк-бит, соул, джаз, очень много композиций, то есть, каждую композицию каждый диджей выслушивает до конца, от начала до конца и ищет эти брейки. Тут он скачал, ну, как и по себе, да, либо ты покупаешь винил и, как бы, слушаешь его, да, там, у кого есть проигрыватель маленький, когда ты пошел на машинный рынок, да, допустим, в Харькове есть там три машинных рынка, где можно, в принципе, затариться винилом, но, как бы, найти в нем что-то прям сверхъестественное очень тяжело. В Европе проще, много магазинов, много фли-маркетов, таких же блошиных рынков, где ты можешь найти просто золотые вещи, те, которые, ну, то есть, это такое узконаправленное ответвление хип-хопа, брейк-данс диджеинг, да, и хип-хоп вообще, диджеинг, то есть, они используют вот эти вот брейки, то есть, кто-то играет на виниле, кто-то играет на современных виниловых пластинках, плюс компьютер называется, там, Serato, Tractor Scratch, то есть, очень много разных новых девайсов, да, которые используют диджеи, то есть, это уже, как бы, винил очень дорого, и на нем брейк-диджеи, к сожалению, уже не играет, потому что это тяжело. Давайте вернемся к соревнованиям. Скажите, сколько участников зарегистрировалось, и регистрировали вы их? И второй вопрос по поводу того, а сколько в итоге победителей получается? В каждой категории по одному или по другому? Участников, но на данный момент зарегистрировано больше, там, 200-300 участников, это, считай, и команды, и сольники, там, и дети, и так далее. Но обычно, как всегда, наши ленивые люди приезжают в самый последний момент, ну, решают приехать, приезжают, и эта сумма увеличивается на 50%, соответственно, может быть, 400-500 участников. По поводу победителей, у нас на Марсель Бату Про едет два человека. Это победитель среди детей до 13 лет и победитель профи, то есть двое едут в Марсель на мировой финал, который пойдет 5 марта в Марселе. По поводу Варшав Челлендж, едет победившая команда в категории профи, то есть команда из шести человек, которая победит. Будет самая сильная. Ну, да, и поедет в Варшаву 5 мая, по-моему. Ну, с 5 по 9 мая, там очень большой фестиваль. Все эти фестивали, это как, ну, вот, Марсель Бату Про и Варшав Челлендж можно сравнить с футбольным матчем, таким насыщенным. Очень много людей, очень популярно все там, развито. Да, то есть помимо просто брейк-данса, там проводятся всякие шоу, то есть выступают известные рэп-артисты типа ДМХ, там, КРС-1. Да, там это на уровне большого шоу делается с трибунами. Я смотрел видео. Да, с очень большим количеством людей. Мы, конечно, по масштабам еще, как бы, отстаем от Европы, но, в принципе, у нас есть чем гордиться, фестиваль Брайкиц, как бы. Есть куда развиваться. Тоже уже показал, как бы, мировой уровень в прошлом году уже. Вот, и есть куда развиваться, есть куда расти, опыт постоянно перенимаем. Мы тоже, как бы, путешествуем, как организаторы в Марселе, в Варшаву, вот, и, как бы, постоянно обмениваемся опытом, смотрим фишки европейские, стараемся как-то их видоизменить, добавить к нам в организацию, вот, и чтобы у нас было отличие от Европы. Там очень много, как бы, интересного, но и здесь очень, то есть мы уже тоже наработали серьезный, как бы, опыт с 2000 года, поэтому есть чем тоже похвастаться. По поводу прихода, ну, скажем, просто зрителей, да, на эти события. Я, как обыватель, вот, расскажите мне, почему, почему круто прийти и посмотреть завтра и послезавтра на то, что будет происходить? Человеку, который ничего не понимает. Во-первых, это оригинальное шоу, вы никогда такого не увидите, это соревнование, это, как вот, ну, соревнование двух соперников, которые показывают нереальное шоу на протяжении, там, целого дня. И вы увидите, вы увидите, что такое оригинальный стиль Украины. У нас есть очень серьезный характер, у нас очень высокий уровень детей. Когда, допустим, к нам приехали американцы судить, вот, фестиваль Бракитса, они смотрели вот такими глазами, они доставали свои десятые айфоны и вот так просто снимали. Они не судили, они снимали, как наши дети танцевали, потому что они никогда в жизни не видели этого. Это вот тоже очень большой жирный плюс, вот. Ну, это вот, это классное шоу, на него стоит смотреть. Интересно, ну, то есть вдохновляет музыка, MC, то есть ведущий, да, который постоянно подогревает эту атмосферу. Это классная атмосфера. То есть первый день у нас будет проходить в двух помещениях сразу, в Прегдан-центре, и за стеной у нас большая школа танцев, ЮА-21. У них тоже есть крутой зал, интересная атмосферная локация. То есть интересно будет смотреть. Плюс нам помогает токарь в саунд-групп, которые размещают классный свет и создают еще круче атмосферу. Второй день это в сафари-холл в центре города. То есть наши локации находятся от друга в 15 минутах. То есть можно будет с Брагдан-центра добаться в сафари пешком. То есть мы так подгадали все локации, чтобы люди могли в хостелах жить рядом, судьи жили в отеле рядом, то есть мы могли все передвигаться. Также очень важно завтра с 11.45 до 15.00 будет мастер-класс вот этого вот парня из, ну, Бибой Лаос из Парижа. Он будет делиться своими знаниями на протяжении трех часов. То есть это тоже стоит посетить. Там будет переводчик. Он, правда, не особо круто говорит по-английски. И будет такой смешанный английско-французско-русский перевод. Поэтому будет интересно посмотреть, пообщаться. Он носитель изначальных знаний французского хип-хопа развития. То есть ему 40 лет в этом году. Он 25 лет танцует. И 25 лет существует хип-хоп во Франции. То есть он как бы первопроходится. У него очень интересная информация. Он до сих пор танцует. И даст фору еще очень взрослым нашим бибоям, которые на профессиональном уровне. Ну, в принципе, есть добавившего. Да, у меня есть добавить. На самом деле это проблематичный вопрос. Потому что мы в этом году, в 2015-м, делали серию мастер-классов в проекте Breaking Culture. И после чего был чемпионат Break Kids. И вот эти мастер-классы проходили на открытом воздухе. То есть собиралось вокруг танцоров, которые давали мастер-классы, собирался огромный круг людей. И мы доносили, что такое брейк-данс. Танцевали ребята как взрослые, так и ребята, которые представляют молодое поколение. И многие люди к нам подходили и говорили, вау, это есть как бы в Харькове, это существует и так далее. На самом деле проблематика состоит в том, что это немножко не хватает ресурса для того, чтобы это выносить опять на обычное телевидение, на обычное радио, на обычный промоушен, чтобы люди смогли это увидеть. Потому что наше телевидение, увы, доносит информацию, очень малая информация доносится о культурном развитии. То бишь то, что происходит там городского, ну то есть уровня там, опять же там, новогодние какие-то праздники там, вот как на площади, да, это информативно, ну в полном объеме как бы доносится. О том, что все знают, что на площади там стоит, грубо говоря, елка. А вот нам немножко не хватает ресурса для того, чтобы людям донести о том, что есть такие мероприятия, которые связаны с хип-хоп-культурой, с культурой брейк-данса и так далее. То есть в этом и, я считаю, на сегодняшний день проблематика. Вот спасибо вам, что вы нас пригласили, вы тоже как бы... Спасибо взаимно. Я думаю, что совместными усилиями все больше и больше людей постепенно будет узнавать о том, что вы делаете. Это очень важная, классная штука. Удачи вам и удачи в проведении завтрашних и послезавтрашних соревнований. От лица организаторов хотим вас пригласить. Приходите завтра, послезавтра, посмотрите вживую, что из себя представляет на сегодняшний день брейк-данс. Поэтому будет интересно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо, удачи. До свидания.